Здравствуйте! В эфире информационный выпуск на канале ЛДПР-ТВ в студии Веры Ионкиной о главных событиях к этому часу. Соединенные Штаты возглавил человек, опытный как во внутренней, так и во внешней политике. Такое мнение о Джо Байдене высказал Владимир Путин. Российский лидер рассчитывает, что новый президент США правильно оценит ситуацию российско-американских отношений и сумеет хотя бы частично их изменить. Владимир Жириновский полагает, что Джо Байден не станет делать, цитирую, резких движений в сторону Москвы. Ничего плохого не произойдет. Байден все это испытал уже. Он уже 40 лет в политике. Ему хочется тихо просидеть в овальном кабинете 4 года и еще раз пойти. Поэтому все конфликты уже вскрыты. Он что, войну хочет с Россией? Зачем? На Украине? Постреляют. Мы же стреляли в 2014 году, в 2016 году. То есть ничего особенного не произойдет. Глава Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий не ждет от нового американского лидера чудес в отношении России. Однако, по его мнению, в мировой политике ожидается несколько важных решений от Джо Байдена, среди которых возможное продление договора СНВ-3. Я вижу президентство Байдена интересным для мировой политики системы международных отношений. С большой вероятностью будет продлен на 5 лет договора СНВ-3. И значит, не будет обрушена система ядерного сдерживания, которая создавалась долгие десятилетия усилиями советских, потом российских, ну и американских, конечно же, профессионалов. С большой вероятностью будет возврат к совместному всеобъемлющему плану действий, к ядерной сделке по Ирану. То и другое это архиважно и для нашей страны в том числе. Что касается двусторонних отношений, я не тешу себя иллюзиями. Байден и открыто заявляет, разного рода откровенные антироссийские тезисы. Мы помним роль лично Джо Байдена в событиях, которые произошли на Украине в 2014 году. Поэтому я не обольщаюсь. И я ожидаю и буду счастлив оказаться неправым, но надежды на это у меня крайне мало, что антироссийский маховик, раскрученный еще администрацией Обамы, а затем, несмотря на конструктивную якобы риторику Трампа, раскрученный еще дальше в том же деструктивном направлении, будет, увы, вращаться туда же и с не меньшей скоростью, продуцируя массу разного плана измышлений, которые будут помогать их авторам вроде бы как деформировать наш образ в мире. У России свой путь. Она с него не свернет каким-то образом. Мы защищаем наш народ, нашу территорию, нашу суверенную политику и внутреннюю, и внешнюю. Отставим ее в том числе и в плоскости родной для меня и моих коллег парламентской дипломатии. Уверен, как бы нам не мешали, танки грязи не боятся. У нас все получится. На прошедшей ежегодной пресс-конференции главы государства Владимиру Путину был задан вопрос о задержании бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Президент заверил журналистов, что арест экс-главы Дальневосточного региона не является политическим преследованием, и у него вопросов к Фургалу как к губернатору нет. Владимир Жириновский оценил ответ президента. Президент ответил, что у него, в принципе, претензий к Фургалу нет. Претензии, связанные с его возможным, так сказать, действиями, с организацией покушений, убийств. Журналистка по-другому должна была вопрос задать. Владимир Владимирович, вот почему то, что случилось 15 лет назад, сейчас предъявляют в качестве обвинения бывшему губернатору Фургалу? Это и возмутило жителей-то. Возмутило это. Хорошие отношения президента и губернатора. Но стали брать события 15 лет назад. И привязать сегодня. Хорошо, вы. Президент что мог сказать? Да, это ошибка правоохранителей Хабаровского края. Коррупция налицо. Надо наказать всех, кто эту информацию скрывал. И она тут же сказала. Владимир Владимирович, ну хорошо, это давно было. А сейчас депутаты фракции ЛДПР хотят навестить губернатора в Лефортово. Почему не мешают? Два закона предполагают полное, беспрепятственное посещение любых заведений Федеральной службы исполнения наказания. Любую тюрьму имеем право посетить. В любое время. Специально в законе написано «беспрепятственно». И второй закон написано «без специальных разрешений». Нас не пускают. Мы обжалуем генеральному прокурору. Его зам отвечает. Надо получить разрешение следователя. Ну это что-то. Ну там дурачок-журналист. А здесь что? Чиновник, который ничего не понимает. Он законов не читал. А ему возложена обязанность надзор за соблюдением законодательства по масштабу всей страны. Генеральная прокуратура. И зам прокурора ничего не знает. И не умеет. Вот этого нет. Понимаете? Такие вот немножко наивные вопросы. Если бы она увязала бы их в одном ключе, президент был бы вынужден сказать «Да, ошибка там правоохранителей, ошибка здесь, в Москве». В России принят закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда. Ее принцип запрещает снижать его размер. Сообщается, что с 1 января будущего года МРОД составит 12 792 рубля. Согласно документу, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут рассчитываться, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода, то есть среднего по стране. Об установлении минимального размера оплаты труда на следующий год и определении новой методики расчета прожиточного минимума. С одной стороны, хорошо, что мы переходим к новой методике, когда будет определяться средний, медианный, подушевой доход, и исходя из соотношений будет определяться прожиточный минимум. Это в целом европейская практика, и то, что мы отходим от законодательного регулирования составных частей корзины потребительской, это правильно. Много лет у нас прописано в законе о потребительской корзине, сколько человек съедает яиц, макарон, масло, хлеба. И, конечно, та информация, которая содержится в действующем еще законе, она не соответствует сегодняшним реалиям. Поэтому то, что предложено изменить методику расчета, в целом это позитивно. Другое дело, какие коэффициенты предлагаются. Коэффициент 44 и коэффициент 42, это, соответственно, для прожиточного минимума и для минимального размера оплаты труда, это недостаточные, на наш взгляд, коэффициенты. Коэффициенты в Европе минимум 50%. Поэтому наши поправки вчера, к сожалению, были отклонены. Мы предлагали, во-первых, пересматривать коэффициенты ежегодно. Правительство предлагает не реже раз в 5 лет. Тем самым они устанавливают юридическую преемственность. Потребительскую корзину тоже должны были пересматривать не реже одного раза в 5 лет. Но мы видели, сколько раз правительство банально продлевало срок действия той корзины, которую давно пора было уже пересмотреть. Поэтому мы с сожалением констатируем, что вчерашние поправки наши не были поддержаны. То же самое касается и поправки, которую мы предлагали увеличить МРОД на следующий год до 20 тысяч рублей. Обращаю внимание, что на уровне МРОД получают порядка 3 миллионов граждан нашей страны. Это в основном касается бюджетной сферы. Мы понимаем, что в России труд недооценен, обесценен. И как следствие всего этого у нас рост официальной безработицы. До середины января в Калининградской области будут закрыты торговые центры и непродовольственные магазины. Жесткие ограничения местной власти вводят из-за тяжелой эпидемиологической обстановки в регионе. Позор. В Калининградской области из-за пандемии закончились гробы. Я понимаю, если бы пандемия была один месяц, уже целый год. Но закажите. Я понимаю, нет лесов, не хватает пиломатериала. Закажите в соседних регионах России, вон Смоленск, недалеко и так далее, завести доски. Зато власти Калининграда все лето звали туристов. Часть туристов умерли там, поэтому не хватает гробов. Ну и считают некоторые журналисты, что статистика по умершим занижена в пять раз. Этого нельзя делать. Мы все подвергаем опасности сами себя. Если мы скрываем истинные цифры, то и не те меры принимаются по борьбе с ковидом. Нужны честные, чистые цифры, данные. Когда наступила смерть, тогда будет лучше приниматься меры. Так называемые отсроченные аптечные рецепты – результат некомпетентности региональных отделений Минздрава. Нехватка лекарств для льготников зачастую связана с тем, что местные власти попросту не заложили их приобретение в бюджет. Информацию о нездоровой ситуации в обеспечении льготников препаратами обнародовал депутат Заксобрания Красноярского края Александр Глисков. Речь идет сегодня о десятках, тысяч отсроченных рецептов ежегодно. За каждым из них жизнь, здоровье человека, когда люди не могут вовремя получить лекарства, а оно бывает жизненно необходимое. Это же бывают какие-то циклы, какой-то порядок приема, когда нельзя пропускать прием несколько дней и приходится начинать все сначала. Это последствия вот этой некомпетентности Минздрава. Три года я поднимаю этот вопрос. Как только идет очередная корректировка бюджета, либо принимается бюджет, смотрю эти строки и говорю, что у нас опять происходит. Почему мы в конце года, принимая бюджет на трехлетний период, закладываем полную сумму на закупку льготных лекарств, а это миллиарды рублей. И вначале это был третий квартал, когда не хватало несколько сот миллионов. И в этом году это уже был первый квартал, когда начался дефицит лекарств. И каждый раз меня чуть ли не на смех поднимали, грозились на комиссию по этике вызвать за то, что я посмел критиковать министров. Они же с точки зрения партии большинства, они же неприкосновенны. Надо их во всем поддерживать, а не критиковать. И говорили, что я ничего не понимаю, я же не медик, я юрист. А они вот специалисты, они разобрались. Ну если я не понимаю, почему тогда каждый год возникают вот эти отсроченные рецепты? Ну очевидно же, что одних лекарств купили больше, они лежат на складе, а у них истекающий срок годности. А вторых, лекарств купили меньше, поэтому люди стоят в очереди, ждут, когда аптечный склад их закупит. А почему? Ну это просто безграмотность. У меня к этому часу все новости. Напоминаю, трансляцию нашего канала вы также можете смотреть в режиме онлайн в ютубе. Всего вам доброго, до свидания. Продолжение следует...